Всем привет, вы на канале Овал, с вами Лёша, и сегодня я вас за очень короткий промежуток времени научу пользоваться фотошопом. Жалко, конечно, что прошлая моя запись не сохранилась, поэтому мне приходится перезаписать это видео, но ничего страшного. Погнали. Для начала нам нужно зайти в фотошоп. Открываем. И нас приветствует сразу такое окошко. Для того, чтобы создать новый проект, вы нажимаете новый файл. Выбирайте здесь любую нужную вам ширину, высоту, ориентацию вашего проекта. Например, я выберу горизонтальную, 2000 на 1000. Дальше выбираем фон. Можно выбрать белый, черный, прозрачный, ну а также нажать на фоновый цвет и выбрать абсолютно любой, какой вам понравится. Например, в этот раз возьму какой-нибудь вот такой красивенький. Нажимаем создать. И у нас открывается вот такая штучка. Что мы здесь можем сделать? Например, можем сюда поместить какую-нибудь фотографию. Чтобы его поместить сюда, мы просто перетаскиваем этот файл на наш проект. И все, у нас находится здесь наш код. Нажимаем на Enter. Ну и как бы готово. Теперь мы можем его подвигать с помощью инструмента перемещения. Здесь у нас находится инструмент. Если что, слева вы просто выбираете любой, тыкайте, делайте что хотите с ним. Также, если мы хотим ее открыть в новом проекте, именно нашу фотографию, то просто берем и перетаскиваем ее вот сюда. Нажимаем ОК. И все. У нас эта фотография в новом нашем окне. Нам нужно ее выделить. Для этого нажмем Выделение, Объект. И Photoshop как-то попытается выделить наш объект. Но, если у вас нет такой кнопки, то можем просто выбрать инструмент Лассо. Тут есть обычное Лассо, прямолинейное и магнитное. Обычное Лассо просто выделяет любую фигуру, какую вы только нарисуете. Прямолинейное Лассо будет по точечкам делать прямые линии. Магнитное Лассо очень удобно. Вы просто нажимаете в любом месте и начинаете вести. И оно будет стараться попадать по контуру. Теперь, что мы можем сделать с нашим выделенным котом? Мы можем нажать правой кнопкой мыши по нему, скопировать на новый слой или вырезать на новый слой. Как удалять какой-то слой? Вы нажимаете просто на Backspace клавишу, либо на вот эту удалить. Берем слой с вырезанным нашим котом, нажимаем Ctrl-Z, переходим в наш новый проект и нажимаем Ctrl-V. Выбираем объект перемещения и делаем, что хотим с нашим котом. Как же отменять действие, если вдруг вы хотите вернуть его на прежнее место? Вы нажимаете просто Ctrl-Z, а если хотите обратно вернуть, вы нажимаете Ctrl-Shift-Z. Что мы теперь можем здесь делать? Например, нарисовать что-нибудь. Для этого выбираем инструмент Кисть и выбираем любой размер кисти. Также мы можем выбрать здесь какой-то вид кисти. Сами потыкайте, узнаете, что вам больше нравится. Ну и теперь просто обведу до контур кота. А чтобы информация хорошо закрепилась, я прерву вас буквально на 20 секунд. Если же вы хотите поддержать меня, то оформляйте карту Т-Банка Black по моей ссылке, которая будет прикреплена в описании и закрепленном комментарии, либо же по QR-коду, который сейчас находится в центре экрана. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью только сейчас. Если вы оформите карту по моей ссылке, то за трату 500 рублей они вам вернутся сразу же после их траты. Также за любые покупки, которые вы будете оплачивать картой Т-Банка, вам будет возвращаться кэшбэк рублями. Спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Что мы можем теперь сделать с этим котом? Можем нажать на слой с котом. Здесь вот, если что, находятся слои. Вы можете нажимать на глазик, и тогда он будет исчезать. Нажимаете правой кнопкой мыши по нужному слою, параметры наложения. Ну и здесь выбирайте режим наложения. Ну а этот весь наш рисунок я хочу сделать, например, белым цветом. Для этого выбираем здесь нужный цвет. И выбираем инструмент с заливкой. И нажимаем по нашему контуру. И все, контур стал белым. Теперь давайте напишем какой-нибудь текст нашему коту. Для этого нажимаем на инструмент текст. Нажимаем в любом месте. И тянем. И просто вставим сюда. Ctrl V. У меня, как вы видите, он не помещается. Как-то все криво, некрасиво. Поэтому просто выделяем наш текст. И нажимаем на вот эту штуку. И в выпадающем окне выбираем любое количество пикселей. Теперь выберем нужный размер. Например, я хочу, чтобы он поместился в это окошко. И теперь просто буду увеличивать количество пикселей. Для этого выделяем 24PT. И нажимаем на стрелочку вверх на нашей клавиатуре. Белый здесь смотрится не очень, потому что он сливается с фоном. Поэтому нажимаем здесь на цвет. Ну и выберем тот цвет, который нам будет больше подходить. Также мы можем изменить шрифт. Для этого нажимаем сюда. И выбираем любой, какой вам понравится. Ну и хочу я его сделать жирным. Для этого вот сюда нажимаем и в болт. Чтобы изменить текст, если вдруг вам нужно, вы нажимаете еще раз на текст. И, ну и можете что-нибудь дописать. Также можем повыделять что-то с помощью вот этого квадрата. И если мы хотим удалить это, то мы нажимаем на клавишу назад. Но для того, чтобы удалить эту часть именно с того слоя, который вам нужен, вы должны его выбрать перед тем, как удалять. Скопировать, вставить и уже переместить куда-нибудь этот слой. Ну, я думаю, вы уже основам каким-то обучились. Так что уже сможете что-то делать в фотошопе. Если вам уж нужны будут какие-то другие аспекты фотошопа, то просто напишите об этом в комментариях, и я постараюсь сделать видео про это. Ну, а теперь сохраним наш проект, этого файла, экспортировать. Быстрый экспорт в ПНГ, либо экспортировать как? И выбирайте здесь формат нужного вам, ширину, высоту. Ну, здесь вообще можете ничего не трогать. Только формат выберите. Экспорт. Выбирайте место, куда вам нужно. И сохраняйте. Вот и всё. Вы экспортировали ваш проект из фотошопа. Думаю, на этом буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр большое. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, делитесь там с друзьями. До скорых встреч. Надеюсь, а не как в прошлый раз там. До скорых встреч.